Преподаватели нового школьного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» обменялись положительным опытом. На базе храмов городского округа Фокина и поселка Дунай состоялся обучающий семинар учителей начальных классов приморских школ. Педагоги Фокина, Большого Камня, Новонежина, Левадий обсудили вопросы, возникающие в процессе обучения детей духовным ценностям. Открыли краевой семинар, посвященный вопросам преподавания основ православной религии в школе, ребята, посещающие воскресные занятия при храме. Их выступление задало тон всей встречи, где шел разговор о необходимости с раннего возраста формировать у детей духовно-нравственные ценности, возрождать утраченные традиции. Важным шагом в этом направлении, по мнению учителей, стало введение в школьный курс для четвертых классов нового предмета «Основы религиозных культур и светской этики». Предмет культурологический, поэтому говорится о культуре русского народа, о их традициях. Поэтому детям очень нравится предмет. Он же сопровождается красочными фильмами, картинами. Говорится и о культуре, это значит и о писателях, о поэтах, художниках. Это все говорится на уроках ОБХ. Новый предмет был введен в программу обязательного школьного обучения в прошлом году более чем в 20 регионах России, в том числе и в школах городского округа. Направление религиозного образования для своих детей определяли родители. Большинство из них остановили свой выбор на основах православной культуры. Помощь в освоении нового для светских учебных заведений материала оказали служители культа. «Еще два года назад мы сталкивались с некоторыми трудностями по поводу введения модуля ОБХ. Это происходило на моих глазах, мы все отчетливо видели. Метание некоторых преподавателей, директоров школы, родителей и так далее. Чем благодатны сегодняшнее время? Мы уже можем говорить о некоторых результатах, и я уже могу слышать благодарность от тех же самых родителей и огромную активность от некоторых преподавателей. Сегодня я вам желаю вашей работе, не только в сегодняшний день, но и на будущей самой главной смелости, Божьей помощи, чтобы все у нас спорилось, а самое главное вызывало положительную оценку наших детей, которых мы спасаем от духовной гибели, можно сказать». Школа городского округа «Практика преподавания основ религиозной культуры и этики» была введена раньше общероссийской в качестве факультативного курса. За эти годы фокинскими педагогами наработан немалый полезный опыт в этом вопросе, которым они поделились с коллегами в рамках проводимого семинара. «Эта работа длится уже в течение восьми лет, еще задолго до того, как этот курс должен был введен. Поэтому, конечно, нашей территории в этом отношении повезло. Благодаря отцу, Роману, отцу Александру, они нам помогают в этом. И в плане приобретения литературы, консультации для педагогов. Поэтому работа ведется совместная». Обучающий семинар позволил учителям приморских школ обменяться опытом, послушать коллег, выразить свое мнение в плане развития нового пока что предмета. Участники ежегодной встречи познакомились с педагогическими достижениями гостей из Большого Камня на Ванеже на Врангеле. Приняли участие в мастер-классах. В рамках семинара состоялось виртуальное путешествие по святыням городского округа. Его подготовили сотрудники Фокинской библиотеки имени Старцева. «У нашего городского округа есть несколько святых покровителей. Это святой апостол Мире Первосванный, святой великомученный Георгий Победоносец, благоверный святой благоверный генис Александр Невский, Николай Чудотворец. Их имена отражены в православных святынях нашего городского округа. Но это совсем не случайно». После изучения краеведческих материалов участники семинара смогли познакомиться с памятными местами города в реальности, побывав с экскурсиями в храмах Фокина и поселка Дунай.